Хочется сказать слава Господу! Я хочу прочитать местописание и на эту тему поговорить. Это второе соборное послание святого апостола Петра, первая глава. Я буду читать три стиха с десятого начиная. «Посему, братья, более и более, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены настоящей истинью. Вот логика истинств стихов, ну и, скажем так, то, что можно отметить, и я хотел бы отметить, это всё более и более утверждайтесь. Итак, откроется вам свободный вход в Царство. Итак, для того, чтобы открылся свободный вход для меня и для каждого из нас, нам всё более и более надо утверждаться в своём звании и избрании. Я хотел бы в трёх пунктах, ну это так, я вижу, это может быть пунктов больше, поразмышлять о том, как нам утвердиться, утвердиться всё более и более. Первое, на чём утверждается Слово Божие, человек Божий, христианин, который уверовал в Господа, это на Слове Божьем. Я хочу прочитать местописание, это 1 Коринф, 15 глава, прямо с 1 стиха. Апостол Павел говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благостал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Имеглист Лука, если Павел говорит здесь ниже о смерти, погребении и воскрешении Иисуса Христа, то имеглист Лука говорит однажды Феофилу или Феофилу, не очень знаю, как это правильно, здесь у меня ударений нет, пишет ему о том, чтобы ты узнал твёрдое основание этого учения. Он начинает до рождения Иисуса Христа, само рождение Иисуса Христа, его публичное служение, а далее смерть и воскресенье. Вот на этом человек Божий утвердается. Я хочу сказать о том, что сегодня среди обилия информации, которую мы имеем в телевидении, интернет, ну, в любые СМИ, много мы слышим свидетельств, проповедей, пение различных бесед и так далее. И, знаете, я так, это моё такое мнение, что мы на этом, это может быть, даст направление, даже сама проповедь, Слово Божие может дать направление, может вдохновить, но утверждаться человеку Божьему нужно и необходимо в Слове Божьем. Чтобы познать твёрдое и укрепиться, и утвердиться в Слове Божьем, то нужно само Слово Божие и воздействие Слова Божия на христианина. Второе, о чём бы я хотел сказать, я открою стих Священного Писания, это написано в послании к Ефесянам, 3 глава. Третья глава, 16 стиха. Мы утверждаемся Духом Святым. Написано, апостол Павел пишет, «До даст вам по богатству Славы своей крепкой утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». В послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что утверждающий же нас во Христе и помажущий нас есть Бог, который послал Духа Святого и запечатлел нас. Духом Святым. Я говорю к собранию верующих, возрождённых людей, и поэтому Дух Святой имеет огромное влияние и значение для нас, верующих людей. Я вспоминаю в своей жизни, когда-то мне было сложно и трудно, ну, в такой вот период искания Господа. И, знаете, ни один час я приходил к Слову Божьему, ни один час просто просиживал. Так мне нужно было. И я понимал, что на те вопросы, которые у меня есть по моему состоянию, ответит только Бог. Я начал взывать Ему и молиться, как пример, как свидетельство. И я и молился, и обращался к Слову Божьему, умолял Бога, чтобы Он просветил меня, как Давид молился, чтобы Он помог мне, чтобы где-то увидеть себя в свете Слова Божьего, вообще в свете Божьем. И, знаете, я не один даже день прилагал к этому старания, усилия. Я думаю, ну, когда-то всё-таки, но это придёт к чему-то. И, знаете, я вот так вот сел уже и так, и так, и сел, и сел на скамейку. Это было в том ещё старом доме, где мы жили. Сел на скамейку. И так вот думаю, Господи, ну, в себе просто что бы ещё сделать. И я просто был в такой немножко не то что растерянности, а уже думаю, ну-ка, что же мне ещё сделать, чтобы как бы вот и в таком вот просто таких мыслях я находился, и вдруг я слышу голос, тихий голос, не вот этими ушами в своём сердце. Я слышу, я слышу, мир тебе, сын мой. Но я понимаю, что где-то слух у меня уже, так сказать, не был таким острым. Я говорю, Господи, ну, я слышу голос Твой. А можно, пожалуйста, чуть погромче? И, знаете, я только проговорил эти слова. Просто в уме. И, знаете, пришло такое громко, я слышу в своём сердце, мир тебе, сын мой. Когда это сказано было, в моё сердце пришла сила благодати. Моё сердце растаяло, начал сокрушаться, плакать. Ну, так, непроизвольность, лёзы текли. И так было три раза. Мир тебе, сын мой. Вы знаете, после этого, когда вот это действие совершилось, моё сердце стало таким свободным, так наполнилось. Хотя я в этот момент не молился, это просто было действие Божьей, милости Божьей. Но насколько утвердило меня, насколько укрепило меня, что я уже такой освежённый, это было такое мгновенное действие, освежённый, и пошёл, поднялся на второй этаж, к деткам, и уже шёл, как далее, в свой путь, как явных, радуясь. Итак, сила Духа Святого, она утверждает и укрепляет. Третье, о чём бы я хотел сказать, я возвращусь к посланию Петра и прочитаю 5 глава 10 стекла. Бог же всякой благодати, призвавший нас в свою славу, извините, я выше прочитаю, написано, противостойте ему твёрдой веры, или даже противник ваш ищет, значит, противник ваш дьявол, который ходит, как рыкащий лев, ищет кого благодать, противостойте ему твёрдой веры, зная, что такие страдания случаются с братьями вашей в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Христа Иисуса, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас и утвердит, и укрепит, да соделает непоколебимыми. Третье, это участие в каких-то страданиях, потому что мы, дети Божии, и мы чему-то учимся, и мы учимся одному. Это послушание. И какие-то страдания из-за того, что мы где-то невнимательны или, может быть, не усваиваем какие-то уроки, они есть. Я бы сказал, что это такой непростой период, который проходит в человеке Божий. Кто-то его проходит, ну, скажем, более быстро, а кто-то проходит более медленно. Но, тем не менее, он как-то определённо страдает. И поэтому, знаете, мы в этих страданиях тоже важно отметить, как апостол Павел говорит о том, что в этих страданиях важно смотреть не на видимое, а на невидимое. Важно смотреть на Христа, быть устремлённым в небо. И тогда вот эти страдания, они безмерно при избытке, они славу Божию, славу Божию возвещают. И человек укрепляется и утверждается, потому что взор его направлен в небо, не на земное, потому что даже логично, дальше написано, апостол Павел говорит, что ибо временное, точнее, видимое – это временно, а невидимое – это вечно. И поэтому, конечно, конечно, человек, понимая вот то, что написано в Писании, он влагает все свои силы на невидимое, то есть на Царство Божие. И тогда эти страдания, они его, как написано, при кратковременном, эти страдания всегда будут кратковременные, независимо от того, как долго мы проходим, всё равно и лёгкие, как написано, они будут совершать, утверждать и укреплять Божьего человека, потому что впоследствии он принесёт мирный плод праведности, научится послушанию и прославит Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Спасибо.